Лёд тронулся. В судьбе АвтоВАЗа наметился переломный момент. Притом важные подробности, касающиеся будущего отечественного автогиганта, сообщили не французы из Рено, а министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Для начала напомним, что акционерным обществом АвтоВАЗ единолично владеет московская фирма Lada Auto Holding, которая, в свою очередь, на треть принадлежит госкорпорации Ростех, а оставшиеся 68% — это доли группы Рено. С конца февраля французские акционеры взяли паузу. И только потом под давлением европейской общественности отреагировали на кризис, выпустив весьма пространное заявление. Его суть — Рено старается соблюдать все международные санкции против России, однако напоминает, что перед группой лежит социальная ответственность, поскольку на её российских заводах работают 45 тысяч человек. Итоговое решение оказалось ожидаемым. Французы сделали всё, чтобы эта новость могла называться «Рено уходит из России». Но, по сути, ищется хитрое решение сугубо практической задачи — как передать активы российскому партнёру, чтобы продолжить работу. По словам Дениса Мантурова, Рено передаст свою долю АвтоВАЗа российской стороне, но с возможностью её обратного выкупа. Сама сделка будет чисто номинальной, то есть в форме продажи за 1 рубль. Причём отдельно оговаривается опцион на право обратного выкупа. На возвращение французам дадут 5-6 лет. Временно перехватить акционерный капитал сможет институт НАМИ. Соответственно, новое руководство автогиганта совместно назначит НАМИ и Ростех. Кстати, по словам министра, корейским и китайским компаниям купить АвтоВАЗ не предлагали. А теперь объясним происходящее совсем простым языком. Дабы соблюсти санкции, Рено формально выходит из состава акционеров. Но если российско-украинский кризис завершится, европейцы вернутся. Как будут происходить закупки компонентов и разработка новых моделей, пока непонятно. Если наладить поставки запчастей реально своими силами, то выпуск новой Гранты и Нивы, заложенных на платформе CMF, потребует передачи лицензий. Кроме того, глава Минпромторга объявил, что Рено по аналогичной схеме избавится от полностью принадлежащего ей московского завода. По иронии судьбы, некогда отколовшийся от москвича, завод Автофрамос вернётся правительству Москвы. Очевидно, что ни Аркан, ни Каптюров мы какое-то время не увидим. А дальше либо контрактное производство, либо, как заявил Денис Мантуров, здесь будут выпускать другие автомобили. Какие, министр не уточнил. Сроки проведения обеих сделок неизвестны. При этом ни Рено, ни АвтоВАЗ собственных заявлений не сделали.